Продажу детям тонизирующих без алкогольных напитков и баллонов с бытовым газом запретили в августе этого года. Однако уже в сентябре мальчик из Мамонтовского района свободно приобрел в магазине запрещенный товар, дышался и умер. Наркологи краевого диспансера отмечают печальную статистику по смертности от отравления газом в России. Ежегодно порядка 300 детей в Российской Федерации просто гибнет, то есть это потребление с летальным исходом. Что касается Алтайского края, в предыдущий год, если не ошибаюсь, по-моему, три случая летальных происходило. Говорят наркологи о катастрофическом вреде энергетиков, который имеет огромную армию поклонников среди детей. За счет синтетического кофеина в составе они негативно влияют на нервную систему и порой вызывают судорожный синдром. Кстати, энергетические напитки – это еще и первый этап алкоголизма, рассказывают врачи. То приятное ощущение, ради которого употребляется в том числе энергетический напиток, оно в дальнейшем притупляется, то есть возрастает, необходимо повысить дозировку употребляемого вещества, либо перейти на более что-то крепкое. Поэтому, конечно же, подростки нередко переходят на употребление и алкогольной продукции, и наркотиков. Специалисты наркодиспансера настаивают на скорейшем введении административной ответственности за продажу как газовых баллонов, так и энергетиков детям. Краевые депутаты на ближайшей сессии рассмотрят данный законопроект. И уже на первой сессии в октябре мы принимаем в первом чтении, далее после оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития мы будем принимать во втором чтении данный законопроект. До конца этого года данный вид ответственности будет введен на территорию Алтайского края. Если поправки в краевой закон примут, то правонарушителям грозит штраф физическим лицам от 500 до 1500 рублей, должностным от 5 до 10, а юридическим от 10 до 20 тысяч рублей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.